Нагорная проповедь И мы добрались до 21 стиха. Я объяснил, что в еврейском мире, в Израиле, во времена Ишуа, тот, кто говорит об Аллахе, о практическом применении заповедей, должен, если он использует фразу «Вы услышали, а я говорю вам». И есть люди, которые переводят это как что-то конкретное, реальное. Но я говорю вам, это значит, что это не конкретные, не реальные, но что нужно проверить все тексты, которые говорят об этой теме. И мы добрались до заповедей, Ишуа говорит в Матфея 5 главе, что он говорит, «Не клянитесь ни храмам, ни волосам, которые на вашей голове, потому что вы не можете это контролировать». И мы говорим в конце Евангелия, что Ишуа говорит то же самое, когда его спрашивают, «Являешься ли ты Мессией Божьим Сыном?» Он не говорит ни да, ни нет, он не клянется. Он не обязуется ни к чему. Он говорит, «Вы сказал, ты говоришь». Он, в сущности, живет тем, чему он учил. Он обучает не кляться. И даже о своей личности он не клянется. Потому что, когда его спросили в суде, перед римлянным сказал, «Ты являешься Сыном Божьим». Он говорит, «Это ты говоришь». И также мы видим это в течение всей Нагодной проповеди. Также, когда он говорит о разводе, когда мы обучали на прошлом уроке, он смотрит все тексты, и когда он оценивает все тексты, вот только тогда он, в сущности, приходит к единому решению. И сейчас мы пришли к более сложному месту, что у нас есть в Нагодной проповеди, и многие люди ошибаются в этом. Это вопрос на латинском «лекстаньонис». Это связано с 38-го стиха Евангелия от Матфея. Я читаю из Матфея, 5 главы, 38 стих. «Вы знаете, что было сказано глаз за глаз и зуб за зуб. А я говорю вам, не мсти тому, кто причинил тебе зло. Если ударит тебя по правой щеке, подставь и левую». Многие люди спотыкаются на этом, потому что думают, что Ишуа сказал, кто приходит тебя избить, кто приходит тебе отрезать руку или проткнуть тебе глаз. Да, ему также и второе. Но когда мы проверяем все тексты, которые касаются этого вопроса, мы сразу видим, что не говорится здесь об одном месте в Туре. Есть несколько мест в Туре, где говорится глаз за глаз. И этот принцип достаточно прост. Принцип, если кто-то приходит и опускает тебе голову и отрезает руку и ногу, ты потом не можешь прийти и убить его. В суде ты должен принять то, что ценность твоего глаза и не больше, ценность твоего зуба и не больше. И мы видим в период второго храма, во времена Ишу и учеников, очень много рассуждений между раввинов в этом вопросе. В чем намерение? И центральный текст, который трактует Ишуа, это текст в книге «Исход», вторая книга в Библии, «Исход», 21 глава. И мы здесь читаем. Исход, 21 глава, с 23 и 24 стих. Так написано. 22 стих мы прочитаем. «Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, который наложит на него муж той женщины, и он будет заплатить онную при посредниках». Так, давайте объясним. 22 стих. Итак, два человека ссорятся, дерутся. И проходит беременная женщина. Случайно. Проходит мимо этих двух дерущихся. И они что-то бросают и наносят вред женщине, и у нее есть выкидыш. Она теряет плод ребенка. Что делают? Можно было подумать, если она теряет ребенка, то нужно убить вот этих двух людей, которые ссорятся. Но текст говорит, нет. Муж этой женщины, да, если она беременная, и она чистая и не проститутка, то у нее, очевидно, есть муж. И этот муж, он определяет ценность вот этого ребенка, который еще не родился, и они заплатят за то, что они стали причиной выкидыша. И тут есть две вещи, на которые нужно обратить внимание. Во-первых, это произошло ненамеренно. Дерутся, и случайно женщина просто проходила мимо, она не была объектом вот этой ссоры. Поэтому муж определяет компенсацию, какую сумму он должен не вернуть. Вот ценность вот этого ребенка. это должно быть наказание этим людям, которые сделали такую трагедию. Но наказание не должно быть смертью, но платеж. Следующий стих, который приходит объяснить этот вопрос. А если будет вред, то отдай душу за душу. Глаз за глаз, глупь за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Вот оно намерение. Если есть трагедия, этот ребенок умрет. мера за меру. Мера за меру – это общий принцип, который работает во всех вещах, и в Новом Завете, и в Танахе. Если ты сделаешь хорошо, получишь хорошо. Сделаешь зло, получишь в ответ зло. Не будешь прощать, тебя не простят. И все тот же самый принцип. Мера за меру. И здесь, в Торе мы видим, он говорит, душа за душу, глаз за глаз, руку за руку, зуб за зуб, ногу за ногу. Вот оно намерение. Но мы должны продолжить читать этот текст в 25 стих. Обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Если кто раба своего ударит в глаз или служанка свою в глаз и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз. Если выбьет зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб. Ну, сейчас предположим, что здесь говорится о глазе раба. У кого-то есть раб и у него выкололи глаз. Что делают? Он с этим глазом покупает свою свободу. Он выходит на свободу. Он не берет глаз своего работодателя или другого рабочего, который там работает, но он выходит на свободу. Это контекст книги «Исход». Но еще есть места, где говорится, фигурирует фраза глаз за глаз. Второе место в книге «Левит 22.19». «Левит 22.19». И надо понимать, что Ишуа, когда говорит, «Вы слышали, что вам сказано, нужно посмотреть всю картину, которая заинтересуется этой картиной». Мы говорили о прелюбодеянии, когда жена прелюбодействует или мужчина прелюбодействует, что нужно сделать. И Ишуа понимает, что прелюбодеяние это не только вопрос просто сексуальных поступок, но есть также в Туре и в пророках прелюбодеяние сердца, блуд глаз. И поэтому он объясняет непрелюбодействие гораздо шире, чем только сексуальный половой акт. Он говорит, что достаточно только посмотреть на женщину и уже прелюбодействовал сердце своем. если смотрел таким вот раздевающим взглядом с использованием воображения о прелюбодеянии. И вот это понимание глаз до глаз Ишуа смотрит на всю картину. И когда смотрим на тексты, все тексты, которые касаются этого вопроса. И второй текст находится в книге Левит. Левит 24 19 У меня это 134 страница. Та же самая формула, также написана. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, кто убьет скотину кого-то другого, должен заплатить за нее скотину за скотину. В русском 18 стих. Итак, петух за петуха, барашек за барашка, он должен заплатить цену вот этой убитой коровы, скотины, или другой скотины, которая бы там не была. И перед этим у нас есть вопрос, кто сделает, кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Но мы забываем, что есть в Израиле и в Туре города-убежище для левитов. Три за другой стороной Иордана, три по этой стороне Иордана. Каждый может убежать в ближайший город-убежище до тех пор, пока он там находится, никто не может его убить, пока он находится в городе смерти. И здесь написано душу за душу, и человек, который убивает человека, смертью умрет. Но не нужно делать что-то кроме этого. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, скотину за скотину. И так 20 стих. 19 стих. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому же должен сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее. Мы здесь видим всю картину. И картина говорит, что есть такие случаи. Когда Тора говорит зуб за зуб, глаз за глаз, она ограничивает наказание. Если кто-то у тебя выколол глаз, не собираешься его убить, чтобы он дал тебе цену глаза, а не больше. Если он выбил тебе зуб, чтобы заплатил за зуб. И так это понимают раввины во времена Ишуа и не только сам Ишуа. Я прочитаю вам сейчас из Вавилонского Талмуда, из раздела Баба Кама, страница 83, второй лист, и также 84, первый лист. Глаз за глаз. Сказал Бог, что в самом деле? Да, ему надо вытащить глаз, вы что с ума сошли, сказали раввины. Мы учили вытащить глаз, он будет слепым. Отрезавший руку, он надо ему отрезать. Нет. Ударяющий человека и ударяющий скотину. Тот, который убирает скотину, он заплатит сумму скотины, и то же самое бьющий человека заплатит компенсацию человеку. Если ты придешь сказать, как в пустыне, как в книге чисел 35, не берите искупление за убийцу, что злодей должен убить, и ты не берешь искупление за человека убийцу, но ты берешь искупление за члены тела, которые восстановлены. Если человек кого-то убил, то нельзя платить за этого человека, но если он убивает, вредит руке, глаз, зубу, уху, то он должен платить деньгами. И мы видим это очень красиво в тексте, который мы прочитали в книге Исход 21. Муж беременной жены скажет тем, которые ссорились, какую цену они должны платить за вот этого ребенка, за то, что выкидешь. И здесь звучат раввины, что здесь говорится о деньгах. Ишуа объясняет еще более интересным способом, что он говорит. Он говорит в продолжении нашего текста Матфея 5. Мы сейчас пришли к 39 стиху. Но я говорю вам, вы слышали глаз за глаз, зуб за зуб, но есть люди, которые хотят это понять очень конкретным способом. Ну, в самом деле, надо ему вытащить глаз, когда есть рассуждение об этом в Талмуде. Но я говорю вам, нет. 39 стих. А я говорю вам, не мсти тому, кто причинил тебе зло. Если ударят тебя по правой щеке, поставь и левую. рубашку хочет у тебя отсудить, пусть забирает и плащ. Если тебя принуждают сопровождать кого-то милю, пройди с ним дей. Тому, кто просит, дай от того, кто хочет занять у тебя, не отворачивайся. Ишуа говорит, если кто-то приходит и забирает у тебя глаз, так что, глаз за глаз, но твоя функция в этом ситуации, в которой ты находишься, это не воздавать злом за зло. Почему кто-то приходит и дает тебе пощечину, удар в лицо? Что он хочет сделать? он хочет показать, что он сильный и ты слабый. Он хочет пристыдить тебя. Он хочет опозорить тебя посреди общества, в котором вы находитесь. Если ты будешь пытаться вернуть ему, то ты не лучше его. Но если ты показываешь, что ты более силен, чем он, ты можешь выстрадать эту подсчетчину, и еще подсчетчину, ты показываешь, что он не пристыдил тебя. Это не сдвигает тебя. Это не ослабляет тебя. Наоборот, ты достаточно силен подставить ему другую щеку. И Ешуа не берет это от себя самого. Он приводит эту учебу, обучает этому из книги Плачь Еремии 3.30. Плачь Еремии 3.30. Поставляет ланиту свою бьющим, его присвящаются поношениям. Человек, которому дают пощечину, он подставляет также и вторую щеку. Для того, чтобы тот, кто дает пощечину, опозорился. Человек бы стыдился. Ты дал ему пощечину, он достаточно силен для того, чтобы показать, что он может это выдержать. И он подставит тебе также другую щеку. Потому что для того, чтобы тот, дал пощечину, постыдился. Почему дадил пощечину? Для того, чтобы опозорить человека, не для того, чтобы удалить ему глаз. И Ешуа говорит в Нагорной проповеди мера за меру. И в понимании глаз за глаз, понимании того, что ограничить вред, когда рабочая говорят, заплатит тебе за глаз и не больше того. Есть закон, и ты не возвращаешь ему злом за зло, но показывает, что ты более силен, чем его. И то, что ты говоришь, так же во вторую сторону, мне достаточно получить это. Но он говорит, что берешь этот вопрос еще один шаг вперед. Тот, кто хочет у тебя забрать твою рубашку, хочет принудить тебя нести какой-то километр, ты пройдешь с ним два километра. В чем тут дело, о чем он говорит? нам сложно понять, потому что мы не помним, какое было состояние в Израиле в тот период. Римляне владычествовали над страной, еврейский народ не был самостоятельен в этот период, и у римлян был закон, который называется Ангария, тот, кто говорит по-турецки, по-арабски или по-латински, он может это понять, что такое Ангария, это значит бесплатно. Закон, королевский закон, если король приходит и говорит тебе, возьми мой чемодан и иди со мной километр, ты должен это сделать. Если приходит римский офицер и тащи мой щит, ты обязан это сделать. До 24 часов правительство, государство, король, армия могут взять тебя работать бесплатно, чтобы показать, у кого в руках сила, показать, кто управляет состоянием, показать, что ты находишься под властью, ты должен это сделать. Это римский закон. Ишуа также пользовался Ангарией, этим законом. в 19 главе Евангелия от Луки он сказал, идите на гору Оливковую и возьмите там привязанного осла, возьмите его, приведите мне этого осла, и если кто-то скажет, что вы делаете, зачем, что вы ему ответите, он сказал, господин хочет, нуждается в этом, вот этого осла, и он вам даст. Это тот же самый закон Ангария. И здесь Ишуа сущностью говорит, уважаемые, это уместно использовать Ангарию. Если римский офицер приходит и вам говорит, дайте мне вашу рубашку, пристыдите его, возьми также мой плащ, если он скажет вам, идите со мной, одну милю тащите мой чемодан или щит, мы достаточно сильны тащить это две мили. Вопрос в том, это очень все связано очень историческое и политическое, что было в Израиле в тот период. Уважаемые, мы продолжим это учение по Евгелию Матфею в следующем уроке. До свидания. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»